Дорожные знаки, ограждения, отбойники и даже остановочные павильоны – все для обеспечения безопасности тысяч километров краевых и федеральных дорог. На этом предприятии знают толк в надежных сплавах и качественной жести и могут обеспечивать потребности всего края. По знакам, также в цифрах, в среднем где-то 8-10 тысяч знаков в месяц мы производим на нашем цифре. А вот, допустим, край является здесь заказчиком, в данном случае, допустим, что касается средств, в том числе и безопасности? Ну, конечно, по национальному проекту безопасной и качественной дороги, мы уже все дороги должны привести к нормативному состоянию, соответственно, и барьерное ограждение, все это при реконструкции строительства новых дорог, по реконструкции старых дорог. Нет, коллеги, вот чтобы не получилось так, что у нас есть свои производители, свои производители барьерных ограждений, неважно, разделительные они будут, либо оградительные, знаки своедорожные, а поставка будет идти непонятно откуда. Это возможно в случае, если нету своих производителей, но если у нас свои производители, ну, я тогда прошу взять на контроль вопрос. Благодаря инвестициям на заводе появился новый цех. Здесь металл делают практически вечным. Купание в цинковой ванне позволяет сохранить внешний вид на века. Новая производственная линия дала еще 60 рабочих мест. Завод также участвует в национальном проекте повышения производительности труда и поддержка занятости, а значит, получит дополнительные субсидии на развитие до 3 миллионов рублей. Пример грамотного использования инвестиций показывает и другое предприятие района – компания, которая занимается производством и хранением минеральных удобрений. На месте разрушенного и убыточного кирпичного завода вырос внушительный логистический центр, показывают Вениамину Кондратьеву. Здесь хранят и распределяют, ценнейший для аграриев ресурс удобрения. Руководству завода удалось взять все имеющиеся стартовые возможности – коммуникации, дороги, персонал – и использовать их с толком. Глаза боятся, руки делают. И сегодня мы видим на лицо результат человеческих рук, человеческого желания, стремления взять вот эту брошенную территорию и сделать из нее работающее высокотехнологичное предприятие. Вот это уже есть результат, коллеги. Общий результат, где власть помогает, бизнес благодаря этой помощи реализует свои инвестиционные проекты. Вот это и есть взаимоотношение власти и бизнеса. И он здесь на лицо. И мне важно, чтобы в целом, по краю, такой же ваш подход, безусловно, и такой принципиальный подход бизнеса, он работал. Тогда будет и результат, о котором мы говорим. Впереди у предприятия огромные перспективы выйти из границы районной базы и превратиться в межрегиональную площадку. Удаленность от краевой столицы играет даже на руку. Незапланированной точкой в маршруте губернатора стала школа номер 4 в селе Коноково. Вениамин Кондратьев решил лично проверить, в каком состоянии сегодня находятся социальные объекты района. Тем более, что образовательное учреждение принимает участие в реализации профильного национального проекта. Также глава региона посетил новое здание детской школы искусств в селе Успенском. Для местных жителей он стал настоящим культурным центром. До этого развивать свои таланты детям просто не позволяли условия. В новом учебном году школа приняла около 500 ребят. До этого вообще не было школ таких. И когда построили эту школу, все начали заходить, она прикольная, классная. Губернатор зашел в новые просторные классы, пообщался с детьми из школы искусства. Однако за дверью уже ждали дедушки и бабушки учеников. С ними Вениамин Кондратьев говорил уже о проблемах. Местные жители не растерялись озвучить самый волнующий их вопрос. А как у вас занятость? То есть рабочие места есть, либо их нет? Особенно для молодежи. Я пенсионерка, мне уже. Где тяжко? Вода. Это больное место у спинки. У нас воды летом практически. Вы знаете, перерывы в домах. Вот я приехал и уехал. Не важно, сегодня будет встреча с общественностью, чтобы говорили люди. О проблемах жизни. Иначе нет смысла зарабатывать средства, деньги, если потом мы все равно ничего не создаем с точки зрения того, чтобы увидели, что что-то меняется. Вот и все. А говорить нужно, потому что, противно, я знать не буду, я буду видеть отчеты. Хорошие отчеты. А в жизни все не так. Действительно, каждая четвертая жалоба жителей района касается сферы ЖКХ. Самый острый вопрос с водоснабжением. Обращения на имя губернатора приходят из нескольких сел. Успенского, Вольного, Маламина и поселка Мичуринского. Люди уже не первый год ждут, когда в их домах вода будет идти без перебоев. На встрече с активом Вениамин Кондратьев просит своего заместителя озвучить конкретные сроки решения проблемы. Я понимаю, что мы многое делаем. Я надеюсь, что так, как вы сказали, ну вода-то должна быть, потому что это элементарный комфорт жизни. Просто с утра, раннего до позднего вечера, открыла и вода ее чистая. Вот здесь можно назвать конкретные сроки, либо, Анатолий Владимирович, когда будет чистая вода? Венианович, проблема обеспечения населения водой Успенского района, она из основных и приоритетных. И они молодцы в этом году. Это первый район, который вошел в национальный проект «Чистая вода». Проект согласован. Он сейчас находится на госэкспертизе. Субсидию мы получили. Вот давайте так, у нас сейчас какой будет, 19-й? Да, 19-й. В 21-м году? Давайте мы до 20-го закроем. До конца следующего года. То есть мы для протокола пишем, что к концу 20-го года проблему с водой мы закрываем. Большое социально-экономическое значение для Успенского района имеет сельское хозяйство. Это ведущая отрасль для муниципалитета. Ведь около 60% населения трудится на земле. Поэтому не случайно, что основная часть вопросов на встречу с местными жителями касались этой темы. Из зала прозвучала просьба от фермера. Он рассказал, что за свои гектары пастбищных земель он должен платить аренду по цене пахотных. На 140 гектарах земли, где производится только сенокошение и ВПСА, аренда плата взимается как запашную 2% датой стонности. Скажите, пожалуйста, будет ли снижение именно на эти 140 гектаров, где производится ВПСА и сенокосы? Знаете, я, наверное, с вами соглашусь, потому что вы же там не золотую траву костите, понимаете? Это просто пастбище, которое и были всегда, и сенокосы. И, безусловно, прибыль от этой земли, с точки зрения, если сравнивать с пашней, ну не соразмерная. Поэтому и плата должна быть соразмерная. Пашня стоит столько аренда, а ВПСА и сенокосы стоят столько. Мы должны, коллеги, я обращаясь к своим коллегам, которые отвечают за ценообразование, в том числе за эту категорию земли, мы должны понять, что для нас приоритетно. Мы хотим зарабатывать сенокосов, либо животноводство. Александр Игоревич, вот сделайте земли, выпасов, пастбище, категория, где сенокос у нас исторически был, доступны для селян. Успенский район один из самых маленьких в крае и по территории, и по численности населения, однако это совсем не значит, что уровень жизни здесь должен отличаться от столичного. Меня Минкондратьев интересуется, почему муниципалитет недостаточно активно пользуется возможностями государственных программ. Так, только за полгода сюда удалось привлечь всего 100 миллионов субсидий, когда в других районах счет идет на миллиарды. Успенка на окраине, но это не значит, что жизнь людей тоже должна быть на окраине. Активность должна быть очень мощная, а у вас пробивная способность вообще сумасшедшая, только потому что на самом деле вы не должны жить по принципу окраины, что все разобрали, а что осталось тогда им. Какие бюджетные ассигнования, финансирование, поддержку, не может у вас быть остаточного принципа, не может и не должно. Успенский район не только приграничный на Кубани, но один из самых многонациональных в регионе. Здесь в мире и согласии проживают представители 50 разных народов страны, со своими традициями и устоями, как одна большая семья. И самое главное богатство в любом муниципалитете – это его жители, уверен губернатор. И именно от их трудолюбия, активности и позиции местных властей зависит будущее района.